Валет Смотрите, смотрите, где у нас дальше Зона звекурения у нас вон там находится. Где? Вон. Огородом зона звекурения. Пихает. Туда мы складываем, посмотрите, туда складываем жилеты. Все, идем дальше. Вот жилеты. Такой документ, у меня есть мандат, дайте секундочку, где эта бумага? Ну вот. Которая мандат от общественной палаты. Общественная палата? Нет. Нет, открывай, открывай. Общение Мянского городского округа, да? Которая? Да. Вот здесь у меня записан документ, так что я общественной палаты Мянского городского округа. Ваши документы. В итоге мой паспорт есть. Ваши удостоверения, пожалуйста, уже подвините. Удостоверение, вы сейчас подвините. А вы кто? А вы кто? По какой причине? Ну вот удостоверение ваше, потому что вы охранник. Нет. Макимент какой-нибудь. А новая бумага, да? Новая бумага для Ориантовского округа? Да. Дайте. Доставатель или нет? Это же другая? Это другая. Да. Я не собираюсь у вас забирать. Просто не знаю, я заводил. Нет, тоже потом. Отдачи. Нет, еще. Дальше не заводил. Может, я с вами... Вы не хотите, чтобы с вами... Да я не собираюсь у вас забирать. Ну, вы просто, понимаете, вытащите его туда с файла, потому что он отражает. Да. Вы просто охранник. Вы просто охранник. Меня наняли сюда. Отлично. Вас наняли. А мы просто ходим общественники. Так же просто. Ваши... Вы... У вас вопрос ко мне есть какой-то? Ко мне. Кого вызвали? Начальника. Начальника. Хорошо. Он сейчас подойдет? Подойдет. Быстро. Какая разница? Хорошо. Ждем. Первый и третий. В принципе, отказываются. Пускайтесь на территорию, да? Нет, написано-написано. Они не пускают. То есть вы пытались зайти, вас не пускают. О! Да. Вадим, Вадим! Вот он. Хорошо, Василий. Тут прибыл общественный деятель с этого, там, с охраной природы, как там. И он вопрос не задает. Но он, правда, еще не рассказал, Владик. Но он все еще знает. Я сначала сейчас Владик здесь разберет, а потом в Лако. Мне нужен начальник охраны. Хорошо. Начальник охраны находится в Челябинске. Вы отойдите, пожалуйста. Вы меня не выталкиваете? Вы меня выталкиваете? Нет, я выталкиваете. Охраняемая природная... Я прошу вас, выйдите за территорию, пожалуйста. Время, пока мы все выталкиваем. Хорошо. И все. Я же вас мне не запрещаю. На каком основании вы мне вопросы задаете? На том основании, что я хочу пройти к берегу озера Кургаяр. Я вам предложил... Да слушайте меня. Я предложил... Не надо на меня повышать. Вы, уважаемый, разговариваете с лицом, находящимся при исполнении служебных обязанностей. И на меня голос не надо повышать. Закону Российской Федерации осуществляет... Первый, третьим. Вы слышали меня? Во время того, когда я говорю. Я вас не могу слушать и говорить. Вы меня попросили вопрос задать? Я вас попросил обосновать, что я людям неправильно рассказал. Теперь меня заслушайте. Первый, третьим. Теперь слушайте. Слушай, я как гражданин Российской Федерации, даже не являюсь представителем общественной организации, которая по закону, законно проверяет соблюдение разокранного законодательства на берегу озера, просто как гражданин Российской Федерации, имею по водному ходу, первое. Второе. По закону Челябинской области о памяти природы к озеру Кургаяр имею право прохода к берегу озера Кургаяр. Ваш забор ограничивает доступ на всем протяжении. У вас нет ни одного прокона к берегу. Вы нарушаете два закона. Покажите, где я нарушаю. Покажите, где я нарушаю. Своим присутствием выталкивай меня. Уважаемый, давайте так обсудим. Озеро прибыло. Озеро прибыло. То есть забор стоял. Озеро прибыло на 20... Послушайте меня. Озеро прибыло на 20 метров. Забор не стоял на территории пляжа. Это прибыло озеро. И мы за прибытие озера не отвечаем. А, да. Нет. Хорошо, тогда можно с вами пообщаться, потому что человек, который не хочет слышать. Смотрите. Вы не так понимаете. Во-первых, я представлюсь... Я являюсь представителем общественной палаты... Общественной палаты... Да, общественной палаты... Мясо в городском округе. Документы, если необходимо, могу показать. То есть мы сейчас не просто гуляем, мы, соответственно, контролируем территорию паблиника природы. Озеро подгоняем. Я им предложил обойти по... Меня не убивать, я договорю. Здесь не про... Я объясняю начальнику первовой ситуацию. Я им предложил обойти сверху, потому что здесь прохода нет. Здесь идет строительство и ремонт. Нет, нет. Здесь идут... Еще раз... Они сказали, как нам можно лучше. Я ей сказал, можете обойти по верху и все. У меня право пройти в 20-метровой зоне в любом месте. Даже если у вас где-то политка стоит, не вопрос. Забор, пожалуйста. У вас должна быть открыть политка в 20 метрах от уреза воды. Водный кодекс вы знаете? Знаю. Это федеральный закон, собственно, по этому правилу. Второй закон есть. Челябинск области по прихопанию природы в озере Тургояр. Там, соответственно, есть вообще охраняемая зона, в которой по отстоительству отдельная история. По поводу... Здравствуйте. Вы кто? Я листер. Понятно. Я за Украину не стою. В данном случае я предоставляю, так скажем, у меня есть мандат общественной палаты Лятского городского округа, на территории которого вы не стоите. Не вопрос. Я вам третьему человеку покажу. Вы еще кого-то проведете? Ну, да. Почему? Мы тогда собрали, соберем, и я всем покажу. Вы чего-то, вы любите? Ну, просто я уже... Не инкрируйте. Вы чего-то существует. Смотрите, вот... Вы можете выбрать по-спокойнее общественности? Да, просто вы... Что-то вы какой-то нервный. Я не нервный, я подошел к вам, вы начинаете мне мешать пройти. Как? Не мешай, а препятствуй. Насправь, просто. Еще раз тогда объясню. Мы сейчас идем вдоль берега, который является памятниками природы Лятского областа, в том числе и по закону Лятского областа, плюс соответственно есть водный кодекс, в котором даже если находится забор, не вопрос. Есть у вас вор, отлично. Да. Идем в дождь, проход. Так? Хорошо. Если мы с вами дойдем в 20-метровую зону, вы там сможете пройти? Да. Сейчас, в данный момент, нынче, вот, с того, что вы в осени, вода пришла... Еще раз, от уреза воды. Вода поднялась на 8 метров, в прошлом году, у нас была эта калитка, калитка была всегда открыта, была прокуратура предоставлена, они фотографируют, у нас ворота открыты, калитка открыта, сейчас пройти не возможно, они сказали, уберите до суда, мы убрали, столб остался там в воде, до сих пор лежит, калитку убрали, до сухого места, как положено, как бы, вот, как бы урез воды, вот, сейчас вода пришла, 8 метров, Все, я услышал, понимаю ситуацию, многие базы из-за этого страдают, тем не менее, от уреза воды 20 метров должно быть, если вы, как вы говорите, слушайте меня просто, я сейчас скажу, если вы говорите, что там мы не можем пройти, окей, как бы, там, прокуратура, суд, это все отдельная история, это будет позже, но если вы, сейчас, допустим, нас здесь пропустите, нас и это устроит, если вы нам препятствуете и не пускаете, соответственно, будет уже, все, то есть вы пропускаете, тогда можете проинструктировать, обратно, обратно вы не пускаете, Проинструктировать охрану, о том, чтобы, если жители подходят, они могли пройти, если, подождите, я с вами разговариваю, если у вас сейчас нет возможности в 20 метровой зоне, то вы можете хотя бы какие-то условия создать, для того, чтобы люди могли все-таки пройти, так? Ну, давайте я вам объясню, сейчас, у нас вода постепенно поднимается, вот, было где-то, полмесяца назад, метр от берега, проход, да, по воде, сейчас вода опять поднимается, речка бежит на Стургейску, через платье, этот, как я говорю, через шлюзы, очень сильно, если у вас, ну, озеро дальше будет дальше подниматься, вы как будете решать эту проблему? Я понимаю, что урез сейчас поднялся, у вас закрыл проход, выезжаете сколько, он 25 метров урез воды, хорошо, я не буду на будущее так спорить, сейчас пропускаете, прошли, 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 хорошо, мы когда здесь пройдем, там мы сможем пройти, потому что там нет, проходит, нет, проходит, Я вам объясню, вы раздеваетесь, заходите, обгоните этот и гараж, вы обойдете, аппаратуру не замочите свою, ничего страшного, я и говорю, не замочите ее, а то фиксация обходится, только победим, Пожалуйста, проследуйте, не задерживайтесь, а то у бассейна что-нибудь другого, здесь все строится, ремонтная работа, мы не хотим, чтобы здесь, конечно, пройдем. Поехали! Поехали! Пахнет немножко туалетиком. Пахнет немножко туалетиком. Если у вас постройки, то вы понимаете, что у вас забор по факту не позволит пройти. Согласны? Пройди. Таким образом. Я сейчас уберу. Или куда и сюда. И вам придется вверх пойдет. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...